Уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, выбирая ВУЗ для своих детей, вы должны прежде всего решить, какое образование вы хотите, чтобы они получили. Юридическое образование способствует развитию логического мышления и формированию аналитических навыков. В Москве и вообще в России много университетов, где на юридических факультетах сложились сильные юридические школы. И делая выбор, вы прежде всего должны определиться с одним главным вопросом. Что вы хотите получить по завершению образования на юридическом факультете? Какую подготовку должен получить ваш ребенок? Чем он потом будет заниматься? Какими навыками он должен обладать для того, чтобы стать в жизни успешным? Программы, которые предлагает Международный правовой факультет, имеют многолетнюю традицию. Та программа, о которой сегодня мы будем говорить, это программа «Международное право и сравнительное правоведение», реализуемая совместно с нашим швейцарским партнером Swiss School for International Relations. Это частное высшее учебное заведение в Швейцарии, которое совместно с нами в течение многих лет осуществляет реализацию этой программы в рамках женевских модулей. То есть в то время, когда студенты Международного правового факультета, обучающиеся на этой программе, проходят подготовку в Женеве. Само обучение складывается следующим образом. Из восьми семестров бакалавской программы, на которую поступают абитуриенты, половину времени они проводят в Женеве. По времени это разбивается следующим образом. Первый семестр они в Москве на первом курсе, потому что в течение первого семестра они должны адаптироваться к студенческой жизни. В течение этих же месяцев происходит подготовка всех необходимых документов, для того, чтобы во втором семестре студенты этой программы могли продолжить обучение в Женеве. Второй-третий семестр, соответственно, вторую часть первого курса и первую часть второго курса студенты проводят в Женеве. Последующие два семестра в Москве и так далее, пока не завершается бакалаврская программа. Последний восьмой семестр студенты учатся здесь, в Москве, сдают государственные экзамены, защищают выпускную и квалификационную работу и получают диплом бакалавра по направлению юриспруденции. Пребывание студентов этой программы в Женеве, так называемые Женевские модули, имеет свою специфику. Ну, помимо того, что они живут в другой стране, помимо того, что они получают определенный опыт общения не только с соотечественниками, но и с гражданами разных других государств. Женева, как известно, это как Вавилон, это центр международных организаций, это учебный научный центр, там большое количество студентов из разных стран обучается на разных программах, в том числе и на краткосрочных программах. И это общение, оно происходит не только в повседневной жизни, это еще общение в кампусе, где большинство студентов нашей программы проживает и, соответственно, имеет возможность общения не только между собой, но и с ребятами из других стран, из других университетов. Сам процесс обучения в Женеве складывается таким образом, чтобы программа Международного правового факультета «Международное право и сравнительное правовидение» реализовывалась не только нашими преподавателями, которые туда приезжают во время своих командировок в Женеву, но и местными преподавателями. Языковая подготовка вся осуществляется местными преподавателями, это дает целый ряд преимуществ, потому что есть возможность совместить методики преподавания, используемые в Женевских университетах, у нас в МГИМО, но программа, по которой учатся студенты, она единая и, соответственно, те преподаватели местных университетов, которые привлекаются к образовательному процессу, они работают по программе, разработанной Международного правового факультета МГИМО. На старших курсах, начиная где-то с третьего года обучения или со второго семестра второго года обучения, к реализации программы привлекается профессора местных университетов, причем это не только швейцарцы, это профессора из разных мировых университетов, которые приезжают по контракту и работают в швейцарских университетах, и мы их приглашаем для ведения занятий по курсам специализации или по тем предметам, которые здесь на МП-факультете в рамках других программ обучения не предлагаются. Естественно, что преподавание в женевском модуле иностранными профессорами осуществляется на английском языке. Помимо стандартной для Женевы программы, важнейшей составляющей обучения в Женеве является такая культурно-образовательная составляющая пребывания в Швейцарии. То есть студенты во время своего пребывания в Женеве посещают различные государственные учреждения, международные организации, причем это не посещение экскурсионного характера, это своего рода занятие, потому что все эти посещения сопровождаются лекциями, практическими занятиями, которые проводятся по окончании этих мероприятий, ну и по некоторым мероприятиям даже предусмотрены зачеты. То есть возможность обучения на программе «Международное право и сравнительное правоведение» дает дополнительные преимущества в обретении будущей квалификации юриста-международника. И те возможности, которые предоставляет эта программа, они, конечно, являются совершенно уникальными, поэтому, собственно, из года в год спрос на эту программу, он расширяется. Когда вы получаете юридическое образование на любом юридическом факультете, главная задача, которая ставится в процессе обучения, это формирование профессионального мышления. Нынешний рынок юридических услуг столь сложен, что сформировать все необходимые навыки и дать все необходимые знания в рамках бакалаврской программы невозможно для любой, даже самой сильной правовой школы российских университетов. Поэтому важнейшим вопросом, который решается в процессе подготовки, является вопрос формирования профессионального мышления. И чем разностороннее программа, чем больше возможности ознакомиться с практикой или практиками, правовыми практиками других государств, тем больше шансов, что профессиональное мышление будет разносторонним, и, соответственно, ваши шансы в конкуренции на рынке юридических услуг по завершении образования, они будут предпочтительнее. Поэтому мы вам весьма рекомендуем эту программу. Посмотрите учебный план, посмотрите, что вам предлагает факультет, посмотрите, что вам предлагает Женевский офис, наш партнер с ВИСКУ и принимайте правильное решение. Удачи вам! Мы вас будем поддерживать в вашем выборе. Спасибо!